Приветствую вас! То, что вы описываете, можно назвать неуверенностью в себе. То есть, вы комфортно себя чувствуете с человеком, который откровенно слабее, ниже вас, хуже вас. Тем самым, вы на его фоне выглядите лучше. Это проблема, которая заключается именно в ощущении вас самой себя. То есть, когда вы находитесь в обществе мужчин, которые, как минимум, вам равны, вы чувствуете себя неуверенно, чувствуете себя недостаточно хорошо, привлекательным и так далее. То есть, нужно повышать самооценку, нужно повышать самолюбие, нужно повышать самоуважение. И добиться этого, вот конкретно, как это исправить, можно путем постановки себе определенных целей, развивания этих целей на задачи. Организация задач таким образом, чтобы вы могли обязательно эти задачи выполнить, чтобы ваша деятельность была оптимально организована, да, то есть, чтобы вы, как можно более эффективно использовали свои ресурсы. И когда произойдет такая ситуация, что, значит, вы почувствуете свой успех, почувствуете, как у вас что-то получается, почувствуете, результаты своей деятельности, вы, значит, будете ощущать, что вы достойны лучшего, что вы можете, что вы ничем не хуже других, скажем, девушек в данном случае. И таким образом будет повышаться ваш вот тот уровень, когда вы будете считать себя хуже других. Если неуверенность в себе идет с детства, такое тоже может быть из отношений с родителями, то в таком случае нужно отдельно проработать именно их отношения с родителями, потому что они могли осознанно-неосознанно внушить вам, что вы хуже других людей. Соответственно, этот комплекс нужно разбивать и жить свободно в соответствии со своими, значит, желаниями, стремлениями, целями и так далее. Следующее, о чем нужно сказать отдельно, заключается в том, что у мужчин, которых вы считаете хуже себя, есть определенные желания, ну, определенные потребности. И, может быть, вы лучше чувствуете потребности этих людей, и знаете, что вы можете легко их удовлетворить, тогда как у людей более высокого уровня эти желания вы не ощущаете. И, соответственно, сомневаетесь в том, а можете ли вы дать этому человеку то, что он хочет. И, таким образом, возникает момент, согласно которому вам нужно определить, что вы можете дать мужчине, как женщине, что он может получить от вас, и чего хочет мужчина, соответственно, от вас, в свою очередь, да, как от женщины. И ответ на этот вопрос, по сути дела, поможет вам решить проблему, решить проблему того, что вы не чувствуете себя полноценно рядом с мужчиной, который кажется вам достойным, красивым, умным и так далее. Понять, чего хочет он и чего хотите вы. И может ли он вам дать то, чего вы хотите. И можете ли вы дать ему то, чего вы хотите. То есть, работать вам желательно в двух направлениях. Первое направление – это избавление от своих страхов, комплексов, неуверенности в себе, повышение уровня самооценки, самолюбия, возможно гордости. Второе направление – это более полная, более плотная идентификация вас, как женщины. Внимание от того, что вы можете дать мужчине. Может быть дополнение, пролаботка, переосмысление своего поведения, имиджа, речи, кругозора и прочее, чтобы представлять более яркий интерес для мужчины, которого вы считали бы достойным. И в завершении хочется сказать вам еще о том, что вот если у вас были проблемы с отцом, то может быть эти проблемы наложили свой отпечаток на ваше взаимодействие с мужским полом, собственно говоря, породив некоторые препятствия на пути сближения. Перед тем, как закончить, мне бы еще хотелось сказать вам о том, что женщина для мужчины – это всегда загадка. Женщина для мужчины – это всегда то, или точнее та, кого нужно завоевывать. И если вы не даете в той или иной степени этому мужчине, то зависит мне интереса к вам, у него не будет. Мужчина восхищается женщиной. Мужчина ее старается стремиться познать. Мужчина стремится сделать ее своей. Для этого, ну, не соответствующее поведение. Таким образом, можно говорить о том, что вам требуется некоторая работа на уровне поведения, некоторая работа на уровне причин и некоторая работа на уровне личности. То есть, говоря о личности, мы говорим о раскрытии ваших индивидуальных черт, для того, чтобы они были наиболее привлекательны, показаны мужскому поводу. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку, помогу. Если вам понравился мой ответ, пожалуйста, сделайте его лучшим. Буду благодарен. Спасибо.